здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет неочередной разбор дело в том что вчера произошел очень серьезный инфоповод этот гагский трибунал выписал ордер на арест путина и мир в очередной раз поделился на две стороны часть людей воспряла духом и понадеялись что теперь наконец-то торжество справедливости не за горами да и что осталось ждать недолго а часть сторонников путина сказали что это все равно ерунда формальность это как для слона дробина и ничего это не значит и вообще прочее прочее но несмотря на все эти домыслы хотелось бы конечно из первых уст посмотреть на то как реагирует главное лицо у которого касается этот инфоповод на эту ситуацию и в одном из телеграм каналов я нашла ну я думаю что самое свежее видео я думаю что на этом видео путин уже знает о том что на него выписан ордер но даже если это и не так то имеет смысл посмотреть на динамику того как себя ведет путин вот перед началом операции как он себя вел я это делала разбор под видео я могу ссылочку поместить да и как он ведет себя сейчас очень показательная когда увидела это видео я поняла что ну просто небо и земля и сейчас я вам это покажу и сделаем выводы вместе потому что я не хотела бы сейчас принимать какую-то сторону а хотелось бы посмотреть на все объективно и ну вот раза разобрать именно сигналы тела а потому что для меня как для человека разбирающегося в этом это самый правдивый инструмент который я использую при общении с людьми чтобы они не говорили все равно язык тела говорит всегда польша давайте это посмотрим но для начала я бы хотела вам даже показать картинку которую я где-нибудь в соцсетях обязательно помещу я просто сделала такие наброски а вот это было когда помните перед началом спецоперации он выступал и рассказывал как в украине все ужасно и ну прочее прочее я вам сейчас могу это даже видео поставить вот ну давайте посмотрим видео до чтобы вам освежить память этот разбор у меня на канале есть вы можете его потом посмотреть сейчас включаю фрагмент этого разбора тут уже выноски я не буду останавливать просто посмотрите освежите в памяти что он говорил перед началом операции и самое главное как он это говорил по сути это не что иное как подготовка к боевым действиям против нашей страны против россии мы также знаем что уже прозвучали заявление о том что украина собирается создать собственное ядерное оружие это не пустая бравада украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такового оружия включая авиацию а также оперативно тактические ракеты . у тоже еще советской конструкции дальность которых превышает 100 километров но сделаю это больше это вопрос только времени за дело советского времени есть таким образом обзавестись тактическим ядерным оружием украине будет гораздо проще чем некоторым другим государством не буду сейчас их называть фактически ведущим такие разработки вы видите как легко льется речь из его уст да как с легкостью он жестикулирует ну вообще все вы видите да это просто что посвежить память если хотите этот разбор посмотреть посмотрите у меня на канале а значит это было до спецоперации как он себя вел а сейчас видео которое мне попалась да и которое мы будем сейчас разбирать вот это буквально скриншот я сделала вот с этого видео сейчас и себя немножко помещу в сторону чтобы не перекрывать путина а здесь все-таки главный герой это он и что бросается в глаза вообще я вам обещала 7 сигналов тела которые покажут истинное положение дел по крайней мере то как он это воспринимает да и самое главное что бросается в глаза у него эмоции печали очень сильно выражена это поднимание бровей поднимание бровей причем вот именно в центральной части лба и прям очень сильно это заметно поднимал он брови и когда выступал да вот здесь вот например но это эмоции удивление да и удивление еще мы акцентируем внимание часто когда говорим какие-то серьезные вещи которые хотим чтобы нас услышали мы как бы удивляемся на эту информацию и заставляем слушателя прислушаться к нам больше да а вот здесь вот именно эмоция печали все это время пока он сейчас ну я сейчас включу это видео да все время эмоция печали наблюдайте пожалуйста это первое здесь много складок на лбу то есть эмоция печали формируют вот эти складки центральной части лба причем смотрите они и здесь есть но здесь их больше естественно больше здесь есть допустим у него немного печали да но это больше озабоченность а за но он как бы показывает озабоченность тем же о чем говорит да ну а здесь просто печаль и самое главное что она поддерживается вот безвольным спусканием челюсти расслабленной челюстью то есть перед нами человек который драться уже не может перед нами поверженный человек да он ну взывает к нашей жалости уже а вот здесь смотрите по челюсти мы видим что челюсть собрано губы собраны здесь у нас губы как тоже вместе с челюстью они расслабились и смотрите расслабившись они дают вот эти вот удлинители до удлинители но эти удлинители больше морщинок появляется когда тело свисает но когда кожа свисает получается больше морщинок вот смотрите здесь все собрано здесь морщинок меньше здесь все расслаблено и вот все как бы повисло то есть перед нами человек который не может драться кроме того здесь он руками как вы видели жестикулируют руки участвуют в его разговоре да очень активная жестикуляция много динамики до эмоциональной вовлеченности а здесь рука лежит причем мы сейчас будем смотреть руки не к месту начинают делать какие-то жесты и это тоже говорит о том что он волнуется он не знает как ему себя вести ну давайте не будем долго здесь останавливать свое внимание потому что на самом деле вот самое главное что мы хотим сегодня увидеть да то как он себя ведет сейчас до спустя год больше года как идет с в о так называемое давайте посмотрим что же ну какая эмоциональная составляющая у человека который это все затеял но и в общем то сделаем определенные выводы ну давайте смотреть печаль вы сразу видите да на этом я не буду а останавливаться и акцентировать свое внимание мы договорились что видите вот вы видите какое выражение лица да вот вот человек растерян человека вот нижняя часть лица вообще не про драку если в предыдущем видео которое мы смотрели он готов драться он готов отстаивать свою точку зрения то здесь я вижу человека потерянного человека растерянного и вот эта растерянность она усугубляется вот этим жестом когда руки разводятся в стороны вот это вот жест как раз это это не жест уверенности это не локти в стороны это не занимание большей позиции а сейчас эти руки опять вернуться это жест когда знаете когда человек пугается он разводит руки чтобы за что-то ухватиться это такой а тело она для того чтобы нас спасать да какие-то рефлексы выполняет вот это рефлексивный такой жест когда человек либо не знает что делать да вот либо он растерялся испугался и вот у него руки пытаются ухватиться за что-то да вот по сторонам а потом он эти руки сейчас соберет значит что видите вот руки обратно пошли значит и дальше смотрите видите одну руку получается правую руку накрыл левой а значит правое это действие левое это эмоции эмоционально как бы прикрыл руку которая могла бы действовать перед нами человек который пытается себя успокоить и дальше смотрите сжимает губы опускает взгляд и опускает голову тоже видите как много вот даже секунды ну там несколько секунд и как много он показал и все жесты про неуверенность про подавленность про испуг и ничего здесь нет такого положительного да как мы видели в предыдущем видео идем дальше зачем-то берет папку а это происходит когда человек не знает куда деть руки куда как вообще реагировать он волнуется вот я редко раньше видела чтобы он так волновался понимаете перед нами человека который ну вот использует манипуляторы а манипуляторы это жесты которыми мы успокаиваем свою нервную систему мы начинаем что-то там не знаю открывать телефон в телефоне копаться начинаем на что-то отвлекаться для того чтобы не показывать свое волнение перед нами человек который волнуется очень сильно волнуется и я не знаю в данном случае знает ли он а гаги о том что на него выписан ордер но по крайней мере точно здесь человек который в ужасном эмоциональном состоянии и у которого все реально плохо дальше смотрите себе и кричула груз видите какие прерывистые жесты да как он пальцами он очень много нервничает он очень много опускает челюсть он очень сильно подавлен сегодня и то что он произнес лаврова имени имя отчество да это способ удлинить фразу для того чтобы подумать что сказать дальше видите потом сжал опять губы причем это это досада вот все это время у него идет досада фоново печаль досада безвольно опущена челюсть да он он не может собраться он очень сильно растерян доложит о ходе нашего взаимодействия видите говорит и смотрит вниз при этом печаль продолжается на лице вот застыла печаль руки сейчас он смотрите руки вот он как-то попытался их убрать и собрал теперь в замок да сейчас дальше идем смотрите выпрямляется вот буквально предыдущий разбор когда был напомните я про то как человек выпрямляясь показывает я хороший я хороший посмотрите я готов выслужиться да и выпрямляется на и на смотрите выпрямляется кашель у него опять досада на на губах видите как губы сжимают вот это растягивает уголочки досада прям все плохо видите а потом в каспийском сгорбился юне вот что касается каспийского региона скажите мне пожалуйста кто в теме что там происходит его это очень сильно озадачивает смотрите как он отталкивает локоть локтем и смотрите что на лице происходит отвращение а потом в конце подбородок поджимают поговорим то есть вот вот здесь еще одна боль я не знаю что там происходит я не политолог но я вижу по его лицу что его это очень сильно напрягает что там напишите мне пожалуйста в комментарии или в чате что там происходит мне очень интересно делим вопросом видите еще как он сидит в предыдущем видео он более уверенно более вальяжно сидел на своем стуле здесь же смотрите он не занимает я перекрыла сейчас секундочку я себя передвину немного смотрите часть стула свободно да и он наклонился он неровно сидит он наклонился вот кстати часто наклоняются когда идет нетерпение действовать но это не тот случай когда человек воодушевлен начать какое-то дело у него все остальные жесты это поддерживают до выражение лица есть воодушевление есть динамика а здесь человек которым который просто сделал упор на удобное место да вот на стол и таким образом это для него как поддержка до поддержка и в то же время он не занимает полностью весь стул это тоже показатель того что он подавлен их там много это все наши соседи и вот насчет наших соседей тоже пошла реакция очень неприятная помните вот буквально когда я делала венедиктова там ксения собчак тоже оттягивала губу или кто кто-то из них вот и я рассказывала про эту эмоцию обязательно пересмотрите потому что там тоже очень интересное объяснение я просто не хочу еще раз одно и то же объяснять вот это и презрение и страх и получается в контексте этой ситуации он очень плохо к этим соседям относятся и он их побаивается он проигрывает в сравнительной характеристики он им проигрывает вот это как раз такой сигнал нижняя губа вот это вот сейчас вот видите и а мало того что она растягивается вот так нижняя губа да здесь досада идет и смотрите больше еще и челюстью немного повел то есть это скрываемая агрессия знаете досада за то что вот другие времена он бы им показал вот вот примерно так я не знаю что там за ситуация но но язык тела говорит за него намного больше чем он произносит слов уж извините вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится экономического политического характера и сфере безопасности видите и говорит он это очень подавлено говорит он это с челюстью очень сильно опущенной вниз и глаза ну очень редко он прямо смотрит в камеру глаза у прячет и все это говорит о том что он находится в крайне эмоциональной подавленности вот вот примерно так поэтому я не знаю конечно что там у него в голове происходит но те кто мне там даже даже у меня в комментарии кто-то написал что вот да ему это ерунда да он все равно никуда не ездит да не ерунда вот я вижу человека который очень сильно испугался очень подавлен и если это сразу после того как он узнал об этом то для меня это очень мощный показатель и я понимаю что там все намного серьезней для него самого чем он пытается нам всем показать поэтому будем наблюдать за этой ситуации будем следить все все заинтересованы в том чтобы в определенном исходе я здесь постаралась быть максимально объективной но если конечно у вас есть свое мнение напишите его пожалуйста в комментарии напишите в любом случае в комментарии свое мнение мне интересно знать а я с вами прощаюсь если вы еще не подписаны на канал обязательно подпишитесь поставьте лайк дизлайк этому видео как посчитаете нужным поделитесь со своими друзьями если считаете нужным это сделать а я прощаюсь с вами люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока